Доброе утро! Я решила к вам вернуться. Сегодня у нас 25 вторник. И пока я сегодня полдня дома, решила немножечко записывать для вас видео. Не знаю, что из этого получится. Там на диванчике кряхтит где-то Сашулька. Он у нас третий день болеет. Вчера нас очень сильно напугала, потому что температура поднялась 39,9. Я вызывала скорую. Скорая говорит, что все на вызовах. Неизвестно, когда кто приедет. Посоветовала нам дать полтаблетки анальгина, полтаблетки ножпы, полтаблетки супрастинов, порошочек с водичкой выпить. Это моментально сбивает температуру. Что мы и сделали. И на самом деле температура очень быстро распала. Сегодня температура тоже есть. Сейчас с утра было 37,2. Но потихонечку поднимаетесь. Вот последний раз мерила. Был 37,8. Но до 38,5 я ее сбивать не буду, чтобы организм сопротивлялся, чтобы вирусы умирали. Если будет уже выше, то, конечно, опять будем сбивать. Сашулька позавтракала. Там где-то лежит в одеялках. Пицца. Парижка сейчас едет со школы. Несмотря на то, что время еще 9 утра, она сегодня ездила только на ОБЖ. Потому что тоже жалуется на горлышко. И так как мне не очень хочется, чтобы оба ребенка на Новый год болели. Вчера она съездила только на алгебру на первый урок, потому что у нее была контрольная итоговая. Она написала ее на четверку. Сегодня уже выставили оценки. И в итоге четверка за четверть. И у нее были что-то какие-то не очень совсем оценки по ОБЖ. Хотя вообще непонятно почему. ОБЖ такой легкий предмет. Ну вот что-то у нее там даже было на грани с тройкой. Поэтому сегодня она поехала. Вчера подготовила какую-то там то ли презентацию, то ли что-то. И вот отпросила сейчас учительницы. И едет уже домой. Буквально там минут 20 тоже будет дома. И она сегодня оставила дневник, чтобы больше уже не ездить в школу. Если все со здоровьем будет хорошо, то 27 вечером она поедет на дискотеку. Я очень надеюсь, что все будет нормально. Надо и ножки, может, сегодня вечером погреть. А я поеду сегодня к 3 часам. И сейчас я почти позавтракаю. Вот кофеечек допиваю с орешками. И решила разобраться в лекарствах. Вот вроде ничего не покупаешь особенно, а лекарства набралось очень много. Я проверяю за одно сроки годности. И половину еще выкидываю. Освобождаемость там. В общем, сейчас будет уборка. И... О! Кто-то там. И Саньку надо еще будет дать лекарства. Так что... Такие дела. Не болейте, берегите себя. Не знаю, из чего так Сашулька заболел. То ли это что-то вирусное. Потому что, в принципе, он нигде не замерзал. Не могу сказать, чтобы он... Как-то переохладился где-то. Скорее всего, это что-то такое вирусное. Надеюсь, что мы не заболеем. Вообще, кстати, Дима у меня каждый год на Новый год болеет. Видно, он настолько целый год держится, работает за пятерых. А на Новый год расслабляется. Организм расслабляется. И тут же он заболевает. Я надеюсь, что в этом году будет исключение. На улице минус 9. Классненько. Так что... В общем, буду делать дела. Согрела по лишке чайник. Она уже бежит. Говорит, замерзла. Плохо, что замерзла. Она вчера что-то... Ну, видно такое состояние. Перед... Знаете, как бывает, когда вот заболеваешь. Такое познабливает. Вот вчера она прибежала. Сразу Дима налил ей горячую-горячую ванну. Вот она полежала вчера там. Сейчас мы ее чаем горячим напоем. Наденем шерстяные носочки. Я думаю, что все будет нормально. А еще... Я сегодня выспалась. Муж меня вчера отпустил спать одну. Сам спал с Сашком. Потому что предыдущие две ночи я с ним спала. И... Ну, спала это как бы так. В кавычках. Потому что... Санек всю ночь он просыпался. То ему попить надо было. То мы нос высмаркивали, промывали. То горло полоскали. В общем, две ночи я спала там буквально по... Не знаю. Полтора-два часа. И вчера я еще отработала с 8 утра до 10 вечера. Уточняю, на всякий случай. Я очень сильно устала. И, в общем, я выспалась. О, Маруська наша бежит. Маруська бежит. Идем встречать. Хеллоу, красная шапочка. Какое дело? Холодно. Холодно? О, даже надышала эти. Парно дышала. Ну, как наделать? Это что это такое? Скажи, все. Кончик у нас. А, фу. Холодно. Какой? Ну, что? Как дела? Как дела? Тяжело. Давай я где-то там. Нас заложила. Чайник погрела. Скорее чай горячий пить. Ой. Вот, так что я выспалась. А еще у меня там писали комментарии под видео, что вы все время зеваете, что у вас там, хронический недосып? Нет, у меня не хронический недосып. Ну, конечно, сна не хватает, но недосып не хронический, но учитывая, что сейчас зима, постоянно темно, у меня низкое давление и гемоглобин, вы знаете, это очень способствует зеванию. Я, конечно, постараюсь не разрешать вас и не зевать на видео. И почему я уточнила по поводу того, что я работаю с 8 вечера до 10 вечера, потому что под одним комментарием девочка мне тоже написала. Ой, поработала она с 8 до 10, типа 3 часа, устала, все жалуются. С 8 утра до 10 вечера я работала вчера, сегодня я работаю до 10 вечера, завтра я работаю с 8 утра до 10 вечера, послезавтра я работаю с 8 утра до 10 вечера. Это чтобы вы как бы не говорили мне, что я там ленивая и жалуются, что я устала. Я действительно устаю, да. И, ну, это как бы сейчас нужно пережить вот эту вот недельку предновогоднюю, а потом вот каникулы, и там я не буду жаловаться. Так, ну что, надо пойти лекарства разбирать, полишечку чаем поить и собираться на работу. Вот у меня тут выставка продажи лекарства, 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 тут лекарства, лекарства, лекарства. Тут я уже сложила все витаминки и такая промывалка для носа запасная, Саньку. В общем, сейчас буду до конца все разбирать. Поля уже утеплилась в пижамке, в носках шерстяных, в папинах причем, в носках шерстяных. Пьет горячий чайчик с пряничками, показывает мне, зашла в книжный, купила себе вот такую вот книжку Майнкрафт Авария. Это целая-целая серия, да, большая? Нет, это одна. А, это одна книжка, по-самому себе? Да, она все отдельно стояла. Она стоит 400 рублей? Угу. Кошмар какой. Что за книги? 400 рублей за что? Там 500 рублей было, 600 рублей было. Там 500 рублей вот такая вот книжка стоит. Кошмар, ну и цены. Я хотела, Саша, там про лего она была, про Сжерных войн. Угу. Я хотела купить, полистала, было бы интересное. Проворачиваю, 520 рублей. У меня есть карточка, читай город, надо было тебе скинуть карточку. Ну ладно. В общем, вот Поля будет читать. А я разобрала, вот все лекарства сложила. И вот здесь у меня получилась корзиночка. Вот две корзиночки. Одна с тем, что мы сейчас лечимся. И вот витаминки наши все. Провода здесь все сложила. В общем, здесь вот этот кусочек сейчас доразберу, и все, здесь будет порядочек. Я не помню, показывала я вам или нет, но Саньку пришел налог на имущество. 218 рублей. То есть вот этот ребенок мой, шестилетний, должен заплатить налог 218 рублей. Придется отправить его работать. Расскажите, пожалуйста, у кого у детей есть имущество. Вам приходят налоги на имущество? Или тоже вашим детям? Как вообще его оплачивать? А на Полину причем, да, не пришло ничего. Чудеса. Марусинка мне тут помогает, муку пересыпает, выгребает. Вот там ящички наводят порядочек. Это у нас полишка вот за этот ящик ответственная. Поэтому она там наводит порядочек. А у меня вот такая гора посуды здесь ужасная. Санька опять 38,1. Я делаю имбирный напиток. Раздавила там уже облепиху. Добавила мандарин. Выжала половинку сока лимона. Сейчас еще добавлю сюда имбиря тертого. И процежу в кувшинчик. Будем все пить. Время час. Санек там пришел поиграть. Температура у него опять 38. В общем, если завтра не будет улучшения, завтра будет уже третий день. И завтра не будет улучшения, то будем вызывать врача с утра. Единорожка моя сварила себе пелемени и читает уже книжку. Я ее попросила. Я говорю, Поль, только не читай всю книгу за один день, пожалуйста. Поль, я могу. В общем, мы договорились. Там 27 глав в книге. Она говорит, ладно, мам, давай три дня по 9 глав. А вы заставляете своих детей читать, а я не читать. Мама просто заставляет не читать. Саня там решил поиграться, ожил, что-то живчик мой. И я разбираю ящик с ложками-вилками. Есть такие места, которые постоянно надо время от времени разбирать. Они как вот не старайся, они все равно замусориваются. Я хочу сейчас, когда есть время, по максимуму все разобрать, чтобы 30-го числа уже просто все пропылесосить, помыть полы и ничего больше не делать. Еще перебрала цветочки. Осталось тут всего 7 цветочков, 7 розочек. Остальные выкинула, они засохли. Но не смогла выкинуть весь букет. И оставила самые-самые такие, которые еще вот постоят. Перемыла, обрезала опять лапочки им. Поставила водичку. Надо уже обедать, а я еще только перекусываю. Пол второго время. Тоже налила себе имбирный напиточек. Саша изо всех сил пытается его допить. Да, Сашуль? С чем ты там вкусненьким? Что это? Это мармеладки, лимонные дольки. Ну, Марусенька тут читает. Я уже давно поела и засед читает. Ой, хорошо дома. Машинка там стирает. И горная коза, смотрите, куда забралась на диван. Ты все, что ли? Все, что ли? Ну, падай попозже, допьешь. Отдыхай. Кое-как прополоскали горло Саньку. У него сода с солью вызывает почему-то рвотный рефлекс. Сидит там мой страдалец. В общем, я пойду уберу кота в туалете. Запущу, наверное, еще одну стиральную машинку. Пойду чистить зубы. Я еще зубы Сань даже не чистила. И на работу. А Полечка сказала, что сейчас будет писать письма трем девочкам, которые выиграли в Инстаграм в конкурсе Мандарин Мяшка. Если вам интересно, что это был за конкурс, введите хэштег в Инстаграм, хэштег Мандарин, нижнее подчеркивание, Мяшка. И там девчонки выкладывали свои фотки клевые, такие позитивные, с мандаринками. А я уже дома. Я съездила, отработала. Дима поехал еще по делам. Хотя время уже полдесятого. Купили покушать. Сейчас хочу сварить супчик. А папа купил там мясо какое-то? Ты разбирала пакет? Да. Мясо. Какие котлетки? И суп из котлет я буду варить? Котлетки. Понятно. Ну, значит, макарошки завтра сварим. Я думала, суп сейчас детям сварю на завтра. Вот. Маруся, я помню. Мишечевич не умеет котлетки поесть. Маруся там у меня печет опять. Печет и выпекает. Печет имбирное печенье без имбиря и корицы. Ну, пахнет приятненько. А я сейчас пойду схожу в душ. Сашуль, как у тебя дела? Саня-ка там весь в игрушках смотрит. Телевизор. Что? Еще уж чуть-чуть. Ну, что-то совсем бредненький, да. У тебя даже с рисунком там с каким-то? Даже с рисунком с каким-то? Это вот эти штучки вырезал. Натилан, эти. О, полис. Натилан, это не снял. Понятно. Надо выговорить сразу. Смотри, я телан. Это полис связала, что-то какого-то лунтика? Покажи мне. Это я хочу связать. А можно показать? Слова. Слова. А, это должен был быть слон. А что лапы-то отрались? Ну, я и лапы отрались. Все. Брак какой-то. В общем, Саньку вызвали на завтра на утро врача. Вызвали платно, потому что наш врач, который на участке, ну, у нее только справки брать. А на сегодня уже врача не было. И, в общем, на завтра Дима с утра будет дома. И я пойду с утра на работу рано завтра. Поля, мы все с учебы сняли. Ну, в четверка, думаю, я схожу за дневником, и там как раз классный час. И посмотрим, да. Ну, поля, вечеринка. У меня в следующих пор вечеринка. Вечеринка. О, кстати, еще раз. Ты что, покажи, смотри. Что? Я так устала, хочу в душ. Опять устала, да? Скажется, опять же, что он. Мы сделаем себе чукер, и он светится при ультрофиолете. Белый? Белый, да. Из белых ниток. А-а-а. Я покажу. Сейчас Поля вам покажет, как у нее светится чукер. Ну, сейчас ты провод-то это. Ну, я... А, уфу. Я вам не буду показывать. В общем, вы поняли. Работа, болеем. И... Влог сегодня такой вот коротенький. Пожелайте нам здоровья, пожалуйста. И сами не болеете. Я точнее все, мы будем еще кушать. Я тоже надо покажу. Да. Ну, ладно, тогда я пошла в душ. Смотрите, какие красивые печенюшки получились. Мы уже попробовали. Саша с молочком попил уже. Он там лежит, отдыхает. Я попробовала одну штучку. Они такие прям вкусные, сладкие, хрустящие. Ммм, прям вкусная пища. Ольга говорит, это она потренировалась перед Новым годом. Хочет на Новый год такие сделать. Это Саша тут пытался их украсить. В общем, все. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите свои комментарии. Я стараюсь отвечать всем, когда вы получите новость. Поль там пасут на заднем фоне. Моет. Все, всем спокойной ночи. Не болите. Всем пока-пока. Спасибо.